Этот волк не отошел от женщины, и когда врач подошел поближе, они быстро вызвали полицию Эмбер. Смолс была 24-летней женщиной, живущей в небольшом городке в Америке, она только что закончила колледж, и нашла неплохо оплачиваемую работу в городе, каждый день ей приходилось добираться до работы, что занимала около часа, так же как новому выпускнику и еще предстояло освоить все тонкости, новые работы, и хотя ей нравилось каждый момент, это приводило к значительному стрессу в конце дня. Поэтому Эмбер часто любила гулять в лесу, рядом с ее домом она находила что спокойствие природой, свежий воздух освежали ее после долгого рабочего дня, но несмотря на любовь к лесу Эмбер всегда следила за тем, чтобы не отходить от известных ей тропинок и держаться близко к входу в лес. Это было потому, что она знала, что в лесу обитают опасные животные, такие как волки и медведи, которые могут серьезно ей навредить, если она пересечет их путь, однако однажды произошло нечто, что навсегда изменила жизнь Эмбер молодая женщина, наконец получила выходной день и, к счастью, на улице был. Красивый солнечный день Эмбер решила прогуляться, так как в последние несколько дней не могла. Этого сделать из-за позднего возвращения с работы подготовившись, она отправилась в поездку, она шла. По одному из своих любимых маршрутов, который вел, немного глубже в лес, но предлагал больше красоты. Эмбер с удовольствием разглядывала красочные цветы, когда вдруг услышала пронзительный вой женщина. Замерла на месте, вой звучал близко, и она боялась, что скоро животное бежит сквозь деревья прямок. В ней после короткой паузы она снова услышала вой, только на этот раз он звучал печально и мучительно. Именно в этот момент Эмбер приняла решение, которое изменило ее жизнь, она была обеспокоена. Тем, что животное, издававшее эти звуки, явно было в боли и хотело помочь, не зная, что еще сделать. Она начала двигаться в направлении, откуда, по ее мнению, доносились звуки через несколько моментов. В ходьбе Эмбер обнаружила картины, которые, разорвали ее сердце среди деревьев, одинокий волк, лежал на земле и постановал от боли сначала. Эмбер осталась на месте, она не хотела подходить слишком близко к дикому существу, так как не знала, что с ним не так и боялась быть атакованной, однако наблюдая за. Волком несколько минут Эмбер поняла, что он застрял каким-то образом, молодая женщина приближалась. Надеясь разглядеть, что удерживает волка на месте, когда волк услышал, что она приближается, он поднял голову и посмотрел на нее, начав рычать, заставив Эмбер замереть, но всего лишь через несколько секунд. Волк снова заплакал и, теперь, когда она была ближе Эмбер, смогла разглядеть, что произошло. Волк запутался в старой проволоке и не мог двигаться, чувствуя сожаление. К существу молодая женщина глубоко вздохнула и начала приближаться к волку, доставая небольшой, карманный нож которой, всегда брала с собой на прогулках Эмбер, начала отрезать проволоку весь. Этот момент волк просто наблюдал за ней, не издавая, ни звука, ни движения, чтобы атаковать наконец-после. Напряженных нескольких минут Эмбер отрезала последний кусок проволоки и волк освободился. Молодая женщина отступила на несколько шагов, чтобы дать волку привыкнуть к свободе. Она смотрела, как волк, которая, как оказалось, была самкой, потянулась и протянула свое тело, но чем. Дольше Эмбер наблюдала, тем больше она понимала, что с волком, что-то не так волк хромал похоже. Что проволока немного порезала его лапу, но то, что удивило Эмбер, больше всего это то, что волк вместо того, чтобы убежать в лес повернулся и посмотрел на нее после того, как он, казалось, оценил ее волк. Подошел к Эмбер и начал протирать свою голову, о ней Эмбер была поражена тем, что происходит дикое. Собака благодарит ее за помощь, проявляя дружелюбие. Пользуясь ситуацией, Эмбер даже погладила волка. Молодая женщина знала, что с поврежденной лапой волку будет трудно охотиться и что без помощи он. Рискует остаться голодным, зная, это Эмбер решила помогать животному, пока оно не сможет снова. Само за себя позаботится в течение следующих нескольких недель Эмбер каждый день ходила в лес, чтобы принести волку иду, она всегда встречала его на том месте, где они впервые встретились и старалась дать ему хорошую порцию мяса вскоре, между ними возникла тесная связь и вскоре. Волк и Эмбер с нетерпением ждали своих ежедневных встреч, однако однажды произошло что-то странное. Эмбер не пришла на свое обычное место встречи, волк была смущена и немного обеспокоена потому, что она никогда раньше не пропускала их встреч, не зная, что делать, она решила подождать до следующего. Дняной на следующий день Эмбер не появилась в знакомом месте совершенно взволнованная волчица. Решила отправиться на поиски своей подруги, она покинула лес и следовала за запахом Эмбер вскоре. Она оказалась на кладбище, где люди собрались вокруг гроба, волчица быстро подошла к гробу, рядом с которым стоял муж Мбара Мартин, слезами на глазах казалось, что Эмбер умерла, ее кончина была. Неожиданно и никто не ожидал этого, Мартин был опустошен, он искренне любил ее и потери ее таким образом была для него ошеломляющей, только когда он собирался начать хоронить ее волчица прибежала. Гробу и начала рычать группа людей, отступила назад испуганная и напуганная, но при ближайшем. Рассмотрение Мартин понял, что это животное та самая волчица, о которой всегда говорила его жена. Он был поражен тем, что она пришла так далеко, чтобы найти Эмбер Мартин, наблюдал, как волчица обнюхивала. Гроб казалось, что она знала, кто находится в деревянном ящике, и становилась все более и более беспокойной, желая выбраться животное, так напряглось, что начала кусать и царапать. Гроб, пытаясь открыть его, сначала несколько из присутствующих, на похоронах попытались остановить ее, но после нескольких рычаний они быстро остановились и отступили, наконец, после. Особенно сильного удара крышки гроба она открылась, и через несколько секунд Эмбер выбралась из гроба. Задыхаясь, все замерли от удивления, они не могли поверить тому, что видели, это было чудо Мартин. Быстро подбежал к Эмбер и помог ей выбраться из гроба, а затем вызвал полицию и врача, когда. Молодая женщина сидела на земле, волчица подошла к ней, и тут же начала облизывать ее лицо и давать. Ласки Эмбер с радостью ответила на проявление дружбы, понимая, что ей было обязано жизнью этому. Замечательному существу после прибытия полиции и врача Эмбер было быстро проинспектировано, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло, так как все были уверены, что она умерла. Врач определил, что Эмбер страдала от состояния называемого каталепсией, когда человек попадает в транс или припадок с потерей чувств и сознания, сопровождаемых скованностью тела, это часто делает. Человека, похожим на мертвеца к счастью для Эмбер волчица, смогла обнаружить, что она все еще жива и помочь ей выбраться из гроба. Вовремя после этого испуга Эмбер и Мартин вернулись, своей повседневной жизни радуясь второму шансу, однако в семье появился новый член. Волчица часто появлялась у их дома, радушно приветствуя Эмбер и наслаждаясь едой в саду. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.